Всем привет! С вами я, Битрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня необычный стандартный выпуск, когда я что-то готовлю и рассказываю. Сейчас все увидите. Я прилетел в Москву специально на презентацию своей книги, которая вышла из ЗАСТ, вы знаете. И решил, кроме этой поездки, осуществить свою давнюю мечту – полетать на легкомоторном самолете. И сейчас вы все эти полеты увидите – Cessna 172. Все началось с того, что мне попались на ютубе ролики полетов на самолетах с видом из кабины, причем крайне высокой реалистичности. Я начал копать информацию и с удивлением узнал, что есть несколько авиасимуляторов, в которых используются реальные карты мест. То есть реальные, это мировые. Прекрасная прорисовка. Установился знаком такой сим и облетал знакомые места. Сначала в Москву, в окрестности, там где жил, а затем и нынешние места проживания. Выбирал легкомоторные самолеты. Не знаю почему, но в них ощущение погружения в эту игру было сильнее всего. Так что, когда на глаза попалось предложение полетать на Cessna, в реальности, я загорелся. И вот я в кабине, накрепко привязан к креслу, в руках камеры, которая мешает впитывать впечатление от полета. И вообще тесновато здесь. Вылет с аэродрома Мячково. С погодой, кстати, повезло. Ветра нет, солнечно, редкая облачность присутствует и добавляет, на мой взгляд, картинки приятности. Полет проходит на высоте около 200 метров. Скорость порядка 180 км в час. Видно на земле, все в подробностях. Первая достопримечательность – мужской Николу Грешкину настырь. Посмотрел в Википедии. Основан он был в конце XIV века Дмитрием Донским. Неоднократно горел, затем его останавливали. В конце XVII века сюда отправили мятежных стрельцов, которые против Петра I бунтовали. Прямо по курсу Москва. Полеты над ней запрещены, поэтому поворачиваем и дальше пойдем над Пкадом. Сейчас пролетаем Москварику и под нами торговый комплекс «Южные ворота», а рядышком международный автовокзал. Не знаю, по какой причине, но виды с воздуха мне всегда интереснее видов с земли. Поэтому я ее съемку с дрону тоже взял сосваивать, кстати. Сейчас вы видите транспортную развязку Каширского шоссе и МКАДа. А впереди у нас район Бирюлево-Восточное. Выглядит с воздуха, на мой взгляд, симпатичное. Не знаю, как там на земле все это смотрится. Это Липецкая улица. А вот это Бирюлевские пруды. Ну, видите, ползет электричка на станцию. Пора уже уходить в сторону аэродрома. Смотрите, ближе к горизонту со страшной силой парят градирный 26 ТЭС. Это по моей специальности, по основной информации. Пилот предложил немного покуролесить в воздухе и тут же извинился, что Cessna 172 совсем не пилотажный самолет, поэтому ничего экстраординарного ждать не приходится. Мы делаем небольшую горку. Представляю, насколько безобидно это выглядит на экране, но когда сидишь в кабине и после подъема самолет начинает свободное падение, желудок подлетает вверх к самой челюсти и чувствуешь себя как на самых крутых аттракционах. В нижней точке перегрузка вжимает в кресло и удерживать камеру с стабилизатором становится очень сложно. Теперь небольшой виражик, чтобы лучше рассмотреть, что там внизу, и можно ползти к аэродрому. Продолжение следует... Река Пахра. Удивительно повезло с погодой. Утром был дождь, вчера был дождь, завтра дождь, синоптики обещают, а сегодня погода шепчет. Все. Мы оседлали к глиссаду и поползли вниз. Река Пахра. Удивительно. Не много в самолете. Не знаю, зачем эта информация, но вдруг кого-то заинтересует. Крейсерская скорость 226 км в час. Максимальная 300. Мощность двигателя 160 лошадей. Охлаждение воздушное. Заправляется авиабензином. Афгаз 100. Жрет 15-20 литров на 100 км в зависимости от загрузки. Размах крыльев 11 метров. Высота 2,7. Длина 8 с небольшим. Экипаж 1 человек плюс 3 пассажира. То есть полезная нагрузка 340-390 кг в зависимости от модификации. Пустой самолет весит 760. Дальность полета примерно 1000 км. Для взлета достаточно полосы в 515 метров. Для посадки хватит 400. Посадочная скорость около 100 км в час. Ну вот так это примерно и было. А сейчас я хочу поделиться своими впечатлениями об этом полете. И поделиться несколькими советами, которые вам возможно пригодятся. Если вы также соберетесь полетать и поснимать на самолете такого типа. Ну а чтобы мне было не так скучно, я одновременно буду есть. Вчера уже после полета еду в коншеринговой машине домой. Располагается этот аэропорт. Крайне неудобно для меня. Я в Москве живу на севере. Северная Тушина. Аэропорт четко противоположная. Конец моей ветки метро. И оттуда еще нужно ехать на машине километров 20, по-моему. Аэропорт Мячково. Так вот, еду я через всю Москву. В Москве как раз случился день города. И пробки есть, хоть и вроде субботний день. И думаю, дома-то жрать нечего. Надо заказать. А так как в последнее время у меня постоянно попадается в группу ВКонтакте реклама Виталия Бакашеварем. Они открыли с Виктором Бурда заведение о суши. Я думаю, надо попробовать вообще суши к Витальке. Естественно, его не предупреждая. Ну и пока ехал, стоял, попробовал заказать. Это дело через интернет. Зашел на сайт. Заказ. Я не знаю, то ли это был сбой какой-то, то ли действительно такая настройка. Короче, адрес электронной почты моей мне сообщили, что он в неправильном формате каком-то. Потому что в первой части, которая до собачки, до рору, у меня с точкой, видимо. Но я расстроился. В результате был вынужден после приезда дома на скрую руку чего-то готовить. Потому что пельмени уже осточертели за те два дня, что я был в Москве. Уже не лезут. Принято лезут только за ушей. Ну и, короче, вчера мне не получилось заказать. А сегодня, вроде как, незавершенное дело. И я попробовал заказать еще раз. Уже через интернет, через комп. Не с телефона, а с компа. И, о чудо, все заказалось. Вот. Так что, пока я буду пробовать доставленный заказ. Он очень быстро приехал. Буду вам рассказывать про самолеты. Так. Вот он заказ. Я не удосталукал, заказал просто сет один и все. Запечатанный, как водится. Сет. Салфеточки. Привет, славная дружина. Суус. Васаби. И палочки. На двоих. Хотя я писал, что вроде один. Ну, ничего. Ну, и не... А четверо так. Ну, и вот это надо скрыть. Ну, выглядит все достаточно симпатично. Я бы даже сказал, очень симпатично. Да, сразу же, отвлекаться. Это не обзор этой самой доставки. Если хотя я скажу, конечно, свое мнение по поводу нее. Это просто, чтобы вам не скучно было слушать меня злогольствование по поводу полетов на самолете. Сразу скажу, чтобы не отвлекаться потом, касательно времени. Я почитал там отзывы о доставке. Кому-то там долго везли, кому-то принимали заказ. Но эти отзывы все февральские такие. Поэтому я, естественно, несколько там напрягался, когда заказывал. Тем не менее, вот я позвонил. Вернее, я заказ оформил на сайте, по-моему, без 5 минут 4 было. Буквально через 5 минут мне позвонили. Приняли доставку. Благо, здесь везет недалеко. Со Сходницкой на плане всего ничего. Обещали в течение полутора часов доставить. Доставили за 46 минут от момента звонка, который мне подтвердили. 46 минут. Очень удобно и хорошо. Выглядит очень симпатично. Те самые роллы. Если вы не пропустили ролик. Я недавно в Мадриде снимал. Был там в японском ресторане. Ну, здесь, наверное, даже посимпатичнее как-то выглядит. Хотя это неудивительно. Мадрид, он хоть и столица, но все-таки не дотягивает по... Так сказать, по крайней мере, я этого не увидел. Не дотягивает до столичности с точки зрения доступности самых разных кухонь и так далее. До Москвы. Сюда съезжается, видимо, гораздо больше народ. Поэтому здесь рестораны немножко попафоснее. По крайней мере, я так это дело видел. Так, ну, я сейчас попробую какой-нибудь ролл. Вот этот, например. Потому что есть, мне хочется. Скажу свое мнение по поводу него. А потом про самолеты. Вкусный, начинки много, много икры. Немножко, может быть, более рисовый, чем мне хотелось. Но более чем. И он большой. Он большой. Касательно полетов. С чего вообще все началось. Я поиграл на симуляторе на компе полета. Реалистичность кабины, все дела. Джойстик под это дело прикупил. И мне захотелось проверить свои ощущения, насколько симулятор этот отвечает реальному полету. Потому что у моего хорошего друга был опыт. Он страстный был симулятор. Человек летал на Ил-2 штурмовик, по-моему. А потом поехал, заказал самолет. Я имею в виду, арендовал самолет для полета. Здесь, в Москве. Покатался и как-то отрубило. Перестал он летать на симуляторах, потому что, как говорит, ощущения совершенно не те. Там хоть и педали у него там было, и штурвал, и все дела. Но, когда на реальном самолете летаешь, все вот эти перетрубации воздушные. Когда желудок подкатывает к горлу, а потом опускается в пятки. Совершенно другой эффект. Я хотел проверить, насколько это для меня так или нет. Ну и хочу сказать, что я, наверное, после этого полета не буду прекращать игры в симуляторах. Хотя я редко это делаю. Но такой момент есть. Да, действительно. Когда делаешь даже горочку элементарную. Просто вот подъем и спуск. Если кто не летал на таких маленьких самолетах, Знаете, с чем можно сравнить это ощущение? С катанием в парке на аттракционах. Когда начинается треск и падение, когда падаешь с горки. Вот это вот тоже ощущение есть. Очень интересное. Если просто по прямой летать, то там, конечно, немножко другие вещи. Что касается съемок. Если вы полетите с тем, чтобы еще и поснимать сверху, а то очень красиво, самолет летит не быстро. У него крейсерская скорость, насколько я помню, чуть около 200 км в час. Наверное, надо уточнять. Летит он невысоко. Видно все вот прям прекрасно, как на ладони. Когда на больших самолетах летаешь, во время взлета и посадки, ты видишь примерно то же самое. Но там посадочная скорость и взлетная, по-моему, чуть ли не в два раза больше, чем у Cessna 172-й крейсерская. И поэтому слишком быстро проскакиваешь эти моменты. А тут постоянный полет происходит на этой небольшой высоте. Все классно, видно, очень красиво, интересно. Естественно, хочется это поснимать. И я вперся в самолет со своей камерой GH5 Panasonic на стабилизаторе. Это вот такая вот дурында здоровая. Сел, естественно, на переднее сидение рядом с пилотом. И с ней не развернуться было. Не развернуться. Потому что, во-первых, приборная панель перед тобой вот так вот сидит. Тут же штурвал болтается. Он сдвоенный. Пилот крутит, штурвал у меня тоже вращается. Поэтому нужно смотреть, чтобы не зайти, не помешать. Тут же стойка правой. Поэтому сначала пытаешься высунуть камеру из-за приборной панели, чтобы поснимать, что вперед идет винт. Потом сбоку сидишь близко очень. Можно немножко назад сдвинуться, но тоже место не очень. Поэтому, если хотите поснимать, то нужно садиться на задние сидения. Из себя 172-я цеста внутри представляет себя как маловитражка. Два передних сидений очень близко расположенных. И сзади такой диванчик тоже на двоих. Вот. Сзади гораздо удобнее сидеть, снимать. Если снимать с камеры. Что касается ощущений полета. Так, давайте сначала еще один ролл попробую. Покажу вам его. Скажу свое мнение, а потом про ощущения полета. Так. Возьму вот этот с угрем. Потому что он тоже выглядит, что начинки много. Такой классный крупный ролл к соевому соусу сюда. Вкусный ролл. Вкусный. Немного пресноватый. Мне хочется немножко более яркости. То есть, может, надо больше макать соевый соус, но немножко пресноватый. Надо было, наверное, заказать там острые. Есть какие-то роллы или суши на доставке. Ну, мне и то хватит объезда. Ну, классный. Никаких вообще претензий. Нет. Да. Виталька, спасибо. Так вот. Что касается ощущений полета. Когда летишь на большом самолете. Боинги там всякие. Прочие аэрбасы. Такое ощущение, как будто едешь в автобусе или на поезде. Он за счет своей массы огромной, больших крыльев, любые воздушные ямы, вот эти неровности на взлете и так далее проглатывает. В этом ощущение полета как в лебузине. Да, конечно, там на взлете придавливает тебя кресло, все. Но это плавно происходит. Здесь самолет маленький, легкий. Поэтому он проглотить эти неровности не может. Поэтому ощущение среди поездки на малюсенькой малолитражке, жесткой очень, по не очень хорошей дороге. То есть, вот такие вот скачки, дергания происходят достаточно часто. Хотя я вылетал в прекрасную погоду. Было сухо, тепло, безветренно. Облачка были какие-то небольшие на небе. Полет был в 16. В 16.25 я вылетал по времени. Тем не менее, вот эти вот такие скачки чувствовались. Поэтому, кстати говоря, и снимать камерой, если с рук и без стабилизатора, дерготня будет большая. Да, я попросил расположить еще маленькие, не GoPro, но камеру для вот этих съемок спортивных, круто прикрутили. У нее там стабилизация есть какая-то. Вы видите все это дело. С рук без стабилизатора снимать нормально не получится, наверное. Но этих скачков не очень много. С пилотом можно переговариваться. Наушники на голове, микрофон. Единственное, что когда говоришь микрофон, тебя слышит только пилот. В эфир все дело не идет. У пилота на штурвале есть кнопочка. Если он хочет что-то в эфир выдать, нажимает кнопку, выдает в эфир. Но пилоту нужно слушать эфир. Поэтому если диспетчер там что-то говорит, то тут нужно самостоятельно замолкать сразу же, естественно, чтобы он услышал терминологию. А учитывая, что полет это рядом с Москвой, здесь воздушные движения очень активные. Чуть ли не как на МКАДе в пробках. Видишь, переговоры в воздухе постоянные. И пилот тоже, он не просто рулит, как на велосипеде. Постоянно докладывает. Отошел от аэропорта, там, аэропорт-подход. Ну, это диспетчер на подходе аэропорта. Потом аэропорт-город сообщает. Мы пролетели, прилетели над монастырем, добрались до МКАДа. Прошли точно по МКАДу на территорию Москвы. Из МКАДа залетать нельзя. Единственная раздершенная зона полета здесь, в Москве, максимально ближайшая, это по МКАДу можно пройтись. Вот мы над МКАДом прошли и вышли обратно к аэродрому. Летали полчаса всего. Ну, интересно. Я летал всего полчаса. Что касается цен и как все дело организовать, сейчас расскажу, сейчас третий ролл попробую, вам покажу и с этими пройдусь. Так, ну здесь, смотрите, тоже много сыра, толстый слой лосося, ну, не прекрасно. Так, макаем его. Вкусный. Вкусный. Риса, может, немножко поменьше было бы, но это вкусные роллы. Прямо вообще никаких проблем нет. Я живя в Испании, периодически тоже покупаю роллы. Целая куча всяких заведений, зачастую даже в магазине, там, в крупных супермаркетах, есть контор, где лепят эти роллы, и тут же можно купить, быстро перекусить. Это в качестве быстрей длины. Там роллы делают по диаметру в два раза меньше. То есть вот таких вот малюток налепят. И хоть там их при тебе зачастую делают, но тоже немножко не то. Сказывается все-таки, что живу я в Испании, рядом с маленьким городком. Я-то вообще живу, считай, за городом. У нас вот поселочек, коттеджный, скажем, поселок, он территориально принадлежит, входит в маленькое городское поселение. В городском поселении вообще всего там 5000 человек проживает. Естественно, там никаких сушей нет. А сушу можно взять в городке в Дении. Вы его неоднократно видели в роликах. В Дении все-таки крупнее, там 50 тысяч населения. Но все равно ощущается, что это, во-первых, курортное место, а во-вторых, все-таки там провинция. И там яркой такой вот разноплановой еды не попробуешь. Есть целая улица с классными ресторанами в городе. Дени признана вообще испанским каким-то там бонзой. Не помню, я уже говорил в каком-то из роликов, что это кулинарный рай, условно говоря, или центр гурманства для всего Валенсийского региона. Но там в основном все-таки лежит к испанской кухне. А всякие заведения типа китайские, японские, они невысокого качества. По крайней мере, я таких ресторанов не видел еще. Это прям высокого качества было. Вот. Что касается стоимость полетов. Я все это дело через интернет заказывал. Мне этот полет, аренда самолета на полчаса, обошлась в 9 750 рублей. Если арендовать не через эту контору, а посмотреть на сайт аэропорта Мячково, там дороже получается, незначительно, но дороже. Потому что, как мне сказали, там разные конторы на этом аэродроме базируются, и у них разные цены. Техника примерно одна и та же. Там можно на самолетах летать, можно на вертолетах. Цесна, который летал, не новая. Прям совсем не новая. Она еще прошлого века. Не знаю, 89 или 79 года выпуска. Но бояться этого абсолютно не надо, потому что, в отличие от машин, для того, чтобы на самолете можно было летать, он должен всем регламентам соответствовать. Откатался он там, не знаю, 100, 200, 300 часов, сколько положено по регламенту. Неважно, ломался, не ломался. Нужно, там написано в технической книге, такие-то проверки произвести. Их проводят, специальный человек, который проводит. У него должен быть сертификат на это дело. Он в журнале этого самого самолета расписывается, пишет, кто это сделал, когда это сделал. И без всех вот этих вот проверок самолет просто не получит летного свидетельства. Его не выпустят в воздух. Поэтому вот эти вот годы сказались на самолете только с точки зрения внутреннего убранства, так скажем. Ну, салон такой потертый. На приборной панели там есть отверстие от вынутых в свое время каких-нибудь там тумблеров, еще чего-то. Ну, то есть такой, потертый. Вот. А так он летает прекрасно. Загруженность очень большая была, по крайней мере, когда я приехал. Я приехал, там три пары передо мной ждали своего череда, чтобы полетать. Приземлился, когда я. После меня еще там одна пара была. Вот. Летать можно там полчаса и 40 минут на час. Можно самостоятельно просить экскурсию, саму придумать маршрут. Главное, чтобы она была разрешена с точки зрения полетов в районе Москвы. Можно предложенными воспользоваться. И, в принципе, можно даже, наверное, порулить немножко, там, пилотовыми посмотрит. Без всяких, естественно, крутасовоздушных. Но почувствовать, что это можно. Короче, мне это дело понравилось. И следующий выпуск на эту тему я, надеюсь, сделать уже из Испании. Эта же контора, через которую я все это дело организовал для себя, предлагает такую же аренду судов в разных городах мира. И, в частности, есть в Испании. Вот я хочу над Барселоной полетать, по крайней мере, рядом. Надеюсь, получится. Вот. Такой был субурный выпуск. Надеюсь, он вам понравился. Если что-то еще вспомню, расскажу отдельно в выпуске про Барселону. Так, я не попробовал этого белого, а не розового, совсем имбиря. Имбирь, как имбирь. А васаби, надеюсь, как васаби. Может, оно как в фильме васаби. Кстати, мне нравится. Вы знаете, не очень острый васаби. Сладковатый такой немножко. Он, конечно, печет, но не очень острый. Я пробовал и острее. В принципе, его же можно самостоятельно мешать. Порошок фасаби продается в японских магазинах. Как-то так. Короче, на этом, позвольте, закончить. Я надеюсь, кадры полетов и мой рассказ вам был интересен. Может быть, кто-то из вас решится на это дело и тоже полетает. Да, 9550 рублей, которые я заплатил, это не за меня, как человека, а за аренду самолета. Cessna 172, четырехместная. Одно место пилота. Соответственно, вы втроем можете садиться туда и отправляться в путь. На троих 9550 это уже так не страшно и недорого. Вот как-то так. На этом, позвольте, закончить. Огромное спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!